На мой взгляд, суть деятельности нашей оппозиции заключается в том, чтобы постоянно тыкать шилом власть, для того, чтобы эта власть их заметила и позвала бы в какой-нибудь привлекательный проект. Желательно, конечно, с коммерческой отдачей. То есть, по большому счету, к сожалению огромному, оппозиционная деятельность в России это не стремление изменить страну к лучшему, а вот такой социальный лифт и способ заработать. И это, конечно, беда России в том, что у нас вот такая оппозиция, которая в своей оппозиционности видит коммерческий проект. И история с Алексеем Навальным в аэрофлоте это как раз прямое доказательство моей правоты. Почему? Потому что Алексей Навальный позиционировал себя как борец с коррупцией в государственных корпорациях. Он, собственно, на этом сделал себе имя, но сделал себе имя, правда, не на собственном расследовании, а на то, что взял где-то расследование счетной палаты о транснефти и выложил в интернет, и это стало тогда сенсацией. Но еще раз повторю, Навальный везде говорил, я борец с коррупцией в государственных корпорациях и компаниях. Мне не дают информации. И вдруг, с того ни с сего, Алексей Навальный становится членом совета директоров государственной компании аэрофлот. Большинство акций в аэрофлоте государственные. Вот у тебя есть год, у тебя есть вся информация о том, как действует компания аэрофлот. За год я вообще не понял, чем Алексей Навальный в аэрофлоте занимался. Где расследование, где разъяснение, что по логике Алексея ворует во всех государственных компаниях, кроме аэрофлота, что ли? Это какой-то островок безопасности? Вот лично я являюсь давним клиентом компании аэрофлот. Много лет был золотым, облатил золотой карты. Вот у меня к компании аэрофлот миллион вопросов по эффективностью деятельности. У меня они есть, а у членов совета директоров Алексея Навального их нет. Так вот возникает вопрос. Алексей, вы туда шли, чтобы бороться с коррупцией в госкомпаниях? Или это был год, за время которого вы неплохо заработали денег за свое членство, и теперь может вас в другую какую-то компанию власть переправит, чтобы вы там еще заработали? Но это, конечно, не оппозиционность и не борьба с коррупцией в УЭАх.